Сегодня 19.00, еще 9 минут осталось, нас тут встречают в национальной библиотеке, встреча с московскими депутатами, с Москвы прилетели. Вот такую картинку видим. Экран. Экран, руководитель ветеранского блока Бабовцева, мы вас всех приветствуем. Помоги начинать нашу встречу, нашу встречу с нам, в республику Вриятия, прибыли наши товарищи, Николай Михайлович Критонов. Продолжение следует. Дмитрий Георгиевич Морик, первый заместитель комитета в Международном Делании. Формат нашей встречи будет следующий. Наши гости, депутаты Государственной Думы, проинформируют вас, проинформируют, ну и в рамках обмена мнениями, вопрос с ответом. Нет раздражения? Нет. Нет раздражения, да? Будем начинать? Да. И те, кто вот сидит здесь, в президиуме нашей встречи, и те, кто сидят в зале в значительной степени, являются представителями конкретной политической силы, либо сторонником, сторонником коммунистической партии Российской Федерации. Что это означает на политическом языке? На политическом языке означает, что эти люди являются сторонниками не капиталистического пути развития, а не капиталистический путь развития известен только один, это социализм. Поэтому наша стратегическая цель состоит в том, чтобы Россия смогла вновь пойти по пути социалистического развития, и сегодня совершенно очевидно, что все те, кто кричал в 90-е годы «социалистический эксперимент не удался», полностью подкрутились сами. Потому что, первое, это был не эксперимент, это был закономерный разворот в развитии человеческого общества, а во-вторых, этот разворот привел к колоссальным успехам, которые не снились современной буржуазной России, не снились ноги в грудь. Опыт ленинско-сталинской модернизации и те темпы развития, которые показывала наша страна в 20-30-е годы, смогла повторить только одна страна. Это Китайская районная республика, которая примерно такие же уникальные темпы роста в своей экономике, промышленности и сельского хозяйства показывает в последние десятилетия. И та, и другая страна развивались в социалистической основе. И именно этим не случайно, а именно этим определялись те результаты, которые были получены. То, что капитализм не справляется, совершенно ясно, совершенно очевидно. И об этом теперь уже говорим не только мы, не только коммунисты, не только наши сторонники. Вспомните, Путин на Балдайском форуме в прошлом году сказал, что социализм зашел в тупик. Но Путин был не первым крупным государственным руководителем современности, который заявил об этом. Потому что вот август уже наступил. Так вот, в августе три года назад господин Макрон, президент Франции, высказался еще жестче. Сказал, что капитализм сошел с ума. Дальше возникает вопрос, если капитализм сошел с ума, что нужно делать? Надо как-то эту проблему решать, правильно? Нужно либо освобождать его лечить, либо изолировать. Лечить капитализм не получается. Его уже много десятилетий пытаются вылечить. И вылечить его нельзя, невозможно. Значит, его нужно изолировать от общества. Значит, он должен уйти в историю. Когда-то он сыграл свою прогрессивную роль, но с ним пора распрощаться. Мало таким образом констатировать, что социализм затошел, капитализм не справляется, зашел в тупик, идет в кризис и так далее. Это все правда. Но мало это констатировать. Эту проблему нужно решать. Поэтому президент Российской Федерации. Это целый ряд других руководителей крупных хозяйств, многопрофильных. Сложная экономика, сложные задачи, социальные вопросы, школы, а не только хозяйственные проблемы. Детские сады, учреждения здравоохранения. Эти люди тоже состоялись. Вот вам три источника, которые мы возьмем кадры для того, чтобы наша программа могла быть исполнена в случае, если мы сможем взять власть в свои руки, если такая задача будет решена. Но, повторяю, эта задача должна решиться каждый день, на каждом участке и на каждом отрезке. В данном случае мы очень надеемся на то, что все, кто здесь присутствуют, внесут свой вклад 11 сентября в то, что мы получим тот результат, на который, надеемся, рассчитываем и в который верим. Спасибо за внимание. Присутствие представителей Левого фронта, Сергей Иванович у нас здесь, Левый фронт, народно-патетические силы, Алексей Валерьевич, Союз Союзских ФСР, руководитель Союза Афганцев, Валерий у нас здесь, молодец. Есть казачья тома у нас, Алексей Валерьевич, покажись. Словно, имеет некие, так скажем, политические социальные лифты в сравнении с той же «Единой Россией», где засидевшиеся товарищи до сих пор представляют партию «Единой России» в народном правиле в Гурятском парламенте. Уважаемые товарищи, сегодня уже идет полномасштабная работа по агентационной кампании выборов главы Республики Бурятия. Ну и, конечно же, многие из вас вовлечены в эту кампанию. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы участвуете, коммунисты, сторонники, и многое сегодня делается именно вами на таких добрых, товарищеских, безвозмездных основах. Основа та, что мы хотим изменить нашу жизнь в Республике Бурятия к лучшему. Вы, наверное, видели, уже вышла листовка, в которой я напечатал короткую информацию о себе, ну и вышла газета. В газете есть программа «10 шагов достойной жизни». Она, безусловно, созвучна с нашими программными требованиями, те, которые наша программа КБРФ ставит как задачи программные, стратегические переходы к социализму 21 века. Понятно, что в рамках Республики Бурятия в отрыве от Российской Федерации мы не можем многое сделать. Но при этом есть те болевые места, те наработки нашей фракции, наших депутатов, нашей партийной организации, которые мы должны воплотить у себя в Республике Бурятия. Ну, в первую очередь, наверное, это создание рабочих мест с достойной заработной платой. Вот у нас многие наши земляки ездят, вынуждены выезжать на заработки на Дальний Восток, на Запад для того, чтобы заработать, прокормить семью. Сегодня в рамках санкций, те, которые в отношении нашей страны действуют, нам необходимо проанализировать, что мы в Республике Бурятия можем производить. И то, что мы можем здесь в Республике производить, продукцию, которая нужна нашей стране, нужно разворачивать производство именно данной продукции. Нужно поддержать население наших производителей, нужны те монополии, которые сегодня имеются, электроэнергия, ТГК-14, ТГК-Альянс, необходимо, чтобы они принадлежали нашей Республике. Таким образом мы сможем у себя устанавливать тарифы, контролировать этих монополистов по качеству оказываемых услуг, ну и развивать наше сетевое хозяйство, производить ремонт и реконструкцию. Вот то, что сказал Радмир Петрович, выступая по дороге на север, честно говоря, очень хотел включить этот пункт сразу, когда писали программу. Безусловно, эта дорога нужна. Она, наверное, дорога жизни для наших северов. Потому что в Баргузинском районе, вы знаете, сегодня Баргузинская долина является очень богатой такой долиной. Ягоды, мясо, продукция, сирпозпродукт, производство, рыба, надеемся, в дальнейшем. Это все можно будет везти на север. Но там нужны определенные вложения. Сколько на сегодня сказать не могу, но порядка 300 километров дороги нужно достраивать. Не стал, не стали включать программу, потому что программа, вот все, если бы хотелки отдельно бы включили, она бы была очень огромная, и даже не получилось бы ее внести в рамках этой газеты. Поэтому очень коротко, тезисно, был вопрос по переработке, по сбору мусора раздельного. Вот мое личное видение, нужен раздельный сбор мусора, но он будет полной пропанацией, пока у нас нет переработки и производства. Как только заработает производство, мы вот эту вторичку будем запускать в производство и делать тарабары народного потребления из торселья. Но если мы собираем мусор раздельными кучами и захораниваем также землю, стекло отдельно, пластик, металл, ну какой смысл тогда от этого раздельного сбора? Раздельный сбор, это безусловно то, к чему движется весь мир. По Байкалу, вот по Байкалу тоже есть отдельный пункт, девятый, там он достаточно комплексный подход. Нам в первую очередь нужно определить, все-таки у нас Байкал это водохранилище или наследие мировой цивилизации. Если это водохранилище, значит это один подход. Если это все-таки наше мировое наследие, то здесь нужны совершенно другие меры, начиная с производства, законодательной поддержки и всего прочего. Но при этом все равно в программе есть необходимо переводить на электроотопление наш город Улан-Удэ, необходимо принимать меры физиологического характера. Ну и масса еще тех вещей, о которых говорят экологи, необходимо внедрять. И в том числе и это связано с культурой, потому что культура у нас на сегодня порой отстает от тех бытовых наших условий, в которых мы находимся. Ну и хотел бы в завершении сказать, что действительно сегодня компания у нас идет достаточно непростая. Мы, наверное, являемся единственной действительно альтернативой действующей власти. У нас есть программа, то, что мы можем реально сделать в республике. Мы, за мной команда ДПРФ, Вячеслав Михайлович, команда Центрального комитета, наших депутатов фракции ДПРФ, ну и вас, коммунистов и диспартийных. Я думаю, что мы победим. ДПРФ, Вячеслав Михайлович, команда Центрального комитета.